МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках антинаркотического месячника сотрудниками регионального управления наркоконтроля совместно с ГИПДД и патрульно-постовой службой возле одного из домов Ржева задержаны двое мужчин за попытку сбыта наркотиков. Установлено, что задержанные, 92-го и 2000-го годов рождения, выходцы из сопредельного государства. В ходе личного досмотра у фигурантов обнаружено и изъято 27 полимерных свертков с порошкообразным веществом. По данным экспертизы, в пакетиках находился метадон общей массой не менее 2 граммов, что относится к крупному размеру. В полиции подозреваемые сознались, содеянному пояснили, что планировали распространение метадона бесконтактным способом через тайники закладки на территории Верхнего Лжья. Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Решается вопрос об аресте фигурантов. Полицейские предупреждают, метадон относится к группе наркотиков, которые стоят на первом месте по частоте смертности от передозировки. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.